Здравствуйте! Меня зовут Павел Игнатьев, и я только что пропустил в нос с правой. Но начну немного издалека. Представьте, что вы общаетесь с очень умным роботом. Он вас понимает и создан, чтобы упростить вашу жизнь. Он придумывает идеи, пишет тексты, проходит собеседование, сдаёт экзамены и так далее. Именно так сейчас работает нейросеть ChatGPT. Я задался вопросом, сможет ли эта технология помочь мне в реальной жизни. И выбрал для этого весьма непростую задачу. Подготовиться к бою ММА. Не имея никакого опыта и всего за две недели. Привет, Павел Игнатьев. Это будет очень непростая задача, но вот несколько ключевых вещей. Которые вы можете сделать для подготовки к бою ММА. Итак, для честного поединка я начал искать равного соперника. Среди друзей по комплекции подходил Вова. Мы с ним знакомы ещё со школы. А ты вообще занимался раньше? Боями таким. Оказалось, что Вова весит больше меня на 10 килограмм. Поэтому мы отправились к силомеру Репко узнать, как отражается эта разница. Я кошка. Вот ваша программа тренировок на 14 дней. В отличие от моего метода подготовки, Вова будет заниматься не один. Знакомьтесь, это Сапар. Профессиональный тренер ММА. Нас познакомили наши авторы Денис и Аня, снявшие много фильмов про мигрантов. На голове у меня платок. Мы обговорили все условия, и я оставил Вову на целых две недели. Отсчёт пошёл. Встаньте в спортивную стойку. Ноги на ширине плеч. Вес распределён равномерно. Кстати, на аэросети умеют писать музыку. Брось руку вперёд, когда наносишь удар. Держите руки вверх, чтобы защитить голову и лицо. Правый, левый, левый. Это 24 минуты. Понял? Давай, давай. План тренировок был настолько насыщенным, что первое время организм сильно сопротивлялся. Вова тоже был под впечатлением. Чё, ты как? Жёстко. Очень жёстко. При этом и моя нейросеть, и тренер Саппар с самого начала предупреждали, что за две недели не выйдет освоить и руки, и ноги, и борьбу. Поэтому мы решили сделать бой только на руках. Помимо тренировок и здорового сна, убедитесь, что вы придерживаетесь здоровой диеты. Потребляйте достаточное количество талорий, избегайте сахар, продукты с высоким содержанием жира и обработанных ингредиентов. Так мне нужно было питаться пять раз в день. Конечно, иногда случались срывы, но в целом я старался придерживаться диеты. Если бы не ММА, я бы выбрал этот судьбоносный курс питон для новичков в IT. Всего за 10 месяцев вы пройдёте путь от нуля до востребованного специалиста. Благодаря обучению, состоящему на 75% из практики, вы научитесь писать программы и разрабатывать веб-приложения. Беспокойтесь о том, как найти работу после завершения учёбы? Не беспокойтесь. Скиллбокс гарантирует трудоустройство. А если вы не получите предложение о работе, скиллбокс вернёт деньги. Инвестируйте в своё будущее, совершая первый платёж через 3 месяца. А при средней стартовой зарплате в 100 тысяч рублей вы сможете окупить своё обучение всего за 2 месяца работы. Не упустите эту возможность изменить свою карьеру и создать впечатляющее портфолио из трёх реальных проектов. Телеграм-бот для турагентства, социальная сеть типа Твиттера и маркетплейс типа Яндекс.Маркета. А по промокоду коллектив1 для наших подписчиков будет скидка 55% на курс. Оставляйте заявку прямо сейчас, пока действуют предложения. Чтобы узнать подробную информацию о программе курса и воспользоваться скидкой, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. В общем, нам обоим нужна была пауза. Поэтому в конце недели я решил организовать пресс-конференцию в максимально расслабленной и дружественной атмосфере. А нейросеть помогла написать мне устрашающую речь. Послушай, крутой парень, возможно ты слышал, что через неделю ты входишь в октагон с чемпионом. Но позволь мне открыть тебе секрет, ты сражаешься не с чемпионом, ты сражаешься с легендой. С армией из одного человека, с кулаками, которые сильнее вихря. Возможно, ты думаешь, что у тебя есть шанс, жеребец. Но я нокаутировал таких парней, как ты, с тех пор, как был по колено кузнечику. Я шторм, который разбивается о скалы. А ты, мой друг, всего лишь ветерок, от которого легко отмахнуться. Я тренируюсь с жестокой интенсивностью, становясь настоящей боевой машиной. Я не просто конкурент, я завоеватель. Поэтому не позволяй своему сердцу наполняться ложной уверенностью. Потому что, когда закончится битва, ты поймешь, что тебя победил настоящий чемпион души. Я тебя услышал, понял. Надеюсь очень на то, что у тебя будет все болеть, когда мы будем драться. Искренне верю в то, что когда ты занимаешься один, ты делаешь почти все неправильно. Это же логично. Продолжай. Это логично, потому что за тобой никто не следит. Так и есть. Поэтому мне кажется, что 90% то, чем ты занимался в прошлую неделю, ты занимался впустую. А я нет. Поэтому мы можем логически представить, что я очень сильно тебя побью. Вот и, собственно, все. Понятно. Да. Конечно, помимо тренировок, нам нужно было правильно отдыхать. Я узнал у нейросети, как это делать и чего делать, наоборот, не стоит. Избегайте алкоголя и рекреационных наркотиков. Вы должны полноценно спать. Избегайте занятий с высоким риском и стрессом. Ограничьте количество секса. Стоп. Почему? Секс может потребовать физических усилий. Секс может нарушить ваш график сна. Секс может привести к травме. Это ограничение не было бы большой проблемой, если бы я не был женат. Поэтому я постарался сделать свой внешний вид более отталкивающим и преобразовал диету. Привет. Привет. Как ты оцениваешь мою привлекательность? Да. Ну. Понятно. Мой план сработал идеально. И я мог продолжать тренировки, не отвлекаясь. Впоследствии я узнал, что Вова, возможно, также соблюдал это ограничение. Мне кажется, нейросеть не способна подготовиться к реальному столкновению физическому типу. То есть только с людьми можно поменять. Ну, а я не знаю, что он делает. Может, она ему сказала поставить какой-то шкаф или что-то. Я вообще не представляю. Конечно, я понимал, что у меня, вероятно, меньше шансов на победу. И даже мог узнать, насколько конкретно. По 100-бальной шкале я бы оценил ваши шансы на победу примерно в 30-40 баллов. Эта оценка учитывает отсутствие у вас опыта в боях, а также преимущество вашего соперника в весе и подготовке с тренером. Саппар тоже дал свой прогноз. Тем не менее, я не чувствовал страха, пока не спросил, что может случиться в бою. ММА – очень опасный и рискованный спорт. В процессе вы можете потерять сознание и получить серьезные травмы. В худших ситуациях вы можете получить необратимое повреждение головного мозга. Если это произойдет, это может привести к пожизненной инвалидности. Вы можете даже умереть. Однако все это лишь теоретически. Просто расслабьтесь и обязательно сосредоточьтесь. Перед завтра я вдохновился. Паша писал мне, чтобы я ехал домой спать и не травмировал психику. Завтра? Завтра будет? Нет, так же не будет, потому что мы так не умеем пока. Если бы несколько лет потренировались, думаю, было бы так же. Две недели пролетели как один день, и вот, наконец, до нашего боя считанные часы. Мы записались на любительский турнир, и по его регламенту мы сразимся всего три минуты. Я 50, Вова 63. Он обещал сбавить на 3 килограмма и быть 57. Я был 60. Да. Ты был 60, и ты сказал, Сапара сказал, что будет 57. А ты 63. Возможно, мои шансы еще немного снизились, но у меня была поддержка. Я позвал актеров массовых сцен. А нейросеть написала для нас мощные кричалки. С тобой начнется, мы кричим. Вот, прочтите, пожалуйста, первую. Паша Дверь, Паша Сила. Паша Дверь, Паша Сила, он победит этот бой с силой. Разве вы не знаете? Отлично. Да, давайте попробуем вот пятую. Вова, Вова, у тебя жена мужчины, и это плохо. Вова, твоя жена русской штаны. Вова, Вова, ты прикол, боец. Просто сдавайся и не пайся. Тебе повезло, что Паша не увидит. Да, супер, отлично. Что ж, пора начинать. Приятного просмотра. Дамы и господа, приготовьтесь стать свидетелями величайшего противостояния. Сегодня мы представляем вам двух свирепых дебютантов. В красном углу, возвышаясь на 175 сантиметров, перед нами могучий Владимир Пачин. Этот воин две недели оттачивал свои навыки, вкладывая свою необузданную мощь в каждый удар. Под руководством опытного тренера Владимир не остановится ни перед чем, чтобы добиться своей победы. Но не стоит недооценивать его соперника в синем углу. Павел Игнатьев. Немного ниже ростом в 170 сантиметров, но он компенсирует это своей непоколебимой решимостью и бешеной сосредоточенностью. Его холодный расчет и абсолютная грубая сила заставят вас затаить дыхание. Паша вперед! Паша-то лучший! Итак, давайте приготовимся к бойне. Только один раунд, только три минуты, только руки, кто выйдет победителем. И так, исчерпывающий анонс от чат GPT. И вот он, мейн-ивент, то событие, которое мы ждали на протяжении всего просмотра. Сейчас рефери дает последнее указание. Бойцы ударили по перчаткам. И бой начинается! Паша понеслась! Паша не стал давать утеку своему оппоненту, за что и поплатился. Бааааа! Мощный правый пропускает в голову, отлетает к клетке, но стоит на ногах. Паша пока очень напряженно выглядит. Вот тут он начал нагибаться, и так делать не стоит. Но, с другой стороны, от Владимира не летят апперкоты, поэтому все нормально, можно работать. Приклеены постоянно к бороде руки у Паши, в то время как его оппонент чувствует себя более расслабленно, что ли. Как будто бы уверен в себе максимально. Ну вот, хорошо Паша зарядил в кабину сопернику. Немножко потрясен оппонент. И вот тут ответочка падает. Паша подбегает для того, чтобы наказать, но рефери говорит, ай-яй-яй, так делать нельзя. Паша снова начинает наклоняться, но вон это никак не реагирует. И вот тут пошла заруба Паша справа, накидывает, но все по воздуху, потому что видит, видит Владимир все удары. Своего соперника вот тут не увидел, и справа получил прямо в чердак. Видно, что немного потрясен и раздосадован этим событием. Владимир вот пытается что-то сделать, но Паша, сам того не желая, уходит практически от всех ударов своими наклонами. Встряхнул немного руки, закислился, подустал. Владимир в этом бою выглядит посвежее. Да, конечно, сосредоточенность и напряженность в теле всегда очень быстро выматывает. Но надо отдать должное. Паше не хочет он просто так отдавать этот бой. Все-таки нейросеть чему-то его научила. Паша, ты лучший! Давай, давай, Паша, ты лучший! Вот тут посмотрите, Владимир зажал у сетки октагона Пашу и накидывает его справа, и накидывает. Но Паша устоял и готов продолжать бой. Видно по глазам, что немного в шоке от происходящего, но вовремя собрался. Все правильно, держит руки у бороды, так и нужно. Один пропущенный в челюсть потушит свет, и этим все закончится. Надо отдать должное обоим бойцам. Все, что я вижу, мне нравится, учитывая тот факт, что парни бах пропускают в голову Володька. Учитывая тот факт, что парни тренировались всего две недели, и один из них тренировался с нейросетью. Снова заруба, да, это больше похоже на уличную драку, но это естественно, и тем интереснее наблюдать. Рефери вновь показывает бойцам, что необходимо предпринимать активные действия. И вот бой завершен, нокаута не случилось, поэтому сейчас мы обратимся к судейским запискам и узнаем, кто же вышел победителем из этого поединка. Хоть раз попал бы тебе? Да, если я, очень много раз попал. Паша очень тяжело дышит, Владимир смотрит куда-то, и мы ждем судейского решения. В этом бою за негласным решением судей победу одержал боец в красном огне Пачин. Итак, победу в этом бою одержал Владимир Пачин. Обнимаются парни, оба получили максимальное количество положительных эмоций, адреналина. Ты сыграешь что-нибудь? Я ничего не помню. А ты? Давайте поддем за него. А я не... Паш, подожди. Так, сейчас. Что-то помню, прикинь. И, конечно, не только я. Впечатления бомба. Какие-то невероятные. По крайней мере, потому что я впервые в жизни такие испытываю. Вот. Какие-то... Как ты? Я нормально тоже. Разумеется, порой бывает тяжело с другими людьми. Но, на мой взгляд, гораздо тяжелее быть совсем одному. Пусть и с очень умным роботом. Мне же слышать, что ты проиграл бой. Вот несколько советов, которые помогут тебе улучшить результаты в будущем. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.